Всем здравствуйте! Меня зовут Карина, я косметолог в Германии, заканчиваю обучение. На сегодняшний день, пока записываю видео, это май месяц 2021 года. Хочу рассказать, как я пришла в Coral Club и что вообще, какие у меня были запросы, какие изменения. Я буду сейчас рассказывать про своего сына с атопическим герматитом. Впервые у моего сына, ему было 2, еще не было 2 лет, у него на руках стали на запястьях появляться такие небольшие сухие участки. В общем, у врача, конечно же, мы были и сразу было поставлено то, что это атопический герматит, нейродермитис, если быть точнее. Это нейродермит, но я так понимаю, что это, по-моему, в принципе одно и то же. Какие были рекомендации даны? Естественно, это использование адвантан, кортизоновая мазь или элидель. Это вроде бы как более безобидное средство, но если почитать побочные действия, это, в принципе, можно сказать, ничем не лучше. С мая месяца 2020 года я мазала ребенку вот эту адвантановую мазь, точнее, кортизоновую мазь адвантан. Конечно же, были резкие улучшения и все равно же потом откаты были. Мы уехали в отпуск к морю на три недели, стало намного легче, я еще добавила эфирные масла, лаванду, она очень хорошо заживляет. Но, в принципе, пока были на море, было все хорошо. Как только мы вернулись, он пошел в сад, и у него было ужасное обострение. Это ребенку было уже два года. Конечно, многие списывали на то, что это стресс у него, вот он пошел только что в сад, и, ну, в общем, все спирали на стресс. Ну, как бы стресс прошел, а решение не ушло, проблема не ушла. Опять же, я, опять же, применяла, пошла я, я была у четырех дерматологов в Германии. Я была у двух терапевтов домашних и у двух педиатров, и все, в принципе, давали одну и ту же схему. Просто кто-то с большей дозировкой, кто-то с меньшей. Я понимала, что так не может быть, потому что я понимала и воздействие, да, гормональной мази, как она влияет на кору надпочечников, как, как, просто, как получается, наши надпочечники просто выключаются в момент, когда мы используем эту мазь, и когда мы ее не используют, надпочечники понимают, что нет стимуляции, да, и они, как, ну, ленивые становятся. Это когда уже я стала разбираться с натуропатической точки зрения. Конечно же, я связалась с гомеопатами, но так как я планировала в клинику дерматологии в Германии отправиться, меня не взяли, потому что это бы исказило все результаты. В декабре 2020 года кто-то меня познакомил с Коралл Клаб, предложил вот эту систему пошагового восстановления. Я была очень скептически настроена, потому что, в принципе, я Коралл Клаб уже знала, когда-то, когда-то еще с детства, да, моя мама когда-то была знакома с Коралл Клаб, и, в принципе, я была, ну, не то чтобы... В общем, я решила, попробую, потому что, если я не попробую, я не узнаю, да, какой может быть результат. Он либо будет, либо не будет. Он либо будет ценой всего лишь, там, да, в каких-то, ну, до 100 евро, либо не будет, и я еще раз, ну, как бы пойду искать дальше. Но в этот же период у нас планировалась госпитализация в клинике в Германии на 4 недели. Мы уехали ровно под Новый год, 28 декабря. А уже, по-моему, где-то с 16-го или с какого-то вот середины декабря я стала для Лео давать детокс. Улучшения были прямо через неделю. Я когда увидела вот этот результат, когда все исчезло, я обалдела. Но я, в принципе, знала, что, и мне предупреждали, что откат будет, да, и откат будет сильный. И так и было. Были мы уже, когда мы уже приехали в клинику, и клиника, которая не использует кортизоновые мази, которые, то есть тоже более за натуропатический, да, подход, и которые ищут, пытаются найти проблему, которые делают анализы, которые... Врач, да, такая вот... Ну, с современным пониманием того, что... Какая может быть причина. Было очень сделано много анализов. Был особенный внешний уход, это были цинковые мази. Это было у них очень такое вот... Отдается большое значение питанию. Конечно же, сначала все исключается, и начинается потихоньку водить. Водиться продукты. Были сделаны очень много тестов на разнообразные продукты, которые могут вызывать аллергию. Но по анализам ничего не показало. Вообще ни малейшего признака пищевой какой-то непереносимости или аллергии. Но так как анализ не дает стопроцентную... Стопроцентную, да, стопроцентную достоверенность, мы стали искать дальше, ну как, тестировать на еду. В принципе, тоже ничего не было выявлено. И мы уехали из клиники, я уехала как бы... Вот если взять так сравнить, то когда атопический дерматит приходит, это вот первая ступень, да. Люди начинают идти к дерматологам, получают классическую схему того, как нужно лечить атопический дерматит. Это гормональные мази. Следующая ступень, это вот... Для меня была эта клиника, да. Это вот эта клиника без гормонального лечения, без кортизонового лечения. Это была маленькая ступенька, это уже было выше, нежели вот это вот то, что я до этого использовала. И дальше, следующая ступень для меня, это была вот эта программа Коралл Клаба. Я считаю, что это не панацея какая-то, это вот такое вот комплексное, да. Тут все играет важную роль. И питание, конечно же, и очищение, конечно же. Потому что с клиники мы уехали с таким диагнозом, то что ослабленный кишечник преобладает патогенная микрофлора над дружественной. Моему ребенку пытались дать, ну, можно сказать, давайте просто дадим ему, да, что там популярно, что там популярно с этих, с... Ну, дать ему микрофлору, вот эти все бактерии, да, полезные для кишечника. Но это не работает так. У моего сына было еще больше обострения, и отменили вот эту добавку. Вот. Когда я встречалась с главным врачом, я показала с Коралл Клаб вот эти добавки, это было по ударку, это был лист черного ореха, это был парафайт, это был опи-стоп. Она сказала, да-да, я знаю, ну, можете попробовать. То есть я готова была уже уехать с клиники, потому что я видела, что мы ничего, в принципе, ну, никаких улучшений нет, потому что до этого я... То есть сначала у нас был детокс, а потом я прервалась, да, когда поехала в клинику, я сделала перерыв. Но этого... То есть в клинике я сказала, что я стою здесь, мы делаем ваше, все то, что вы здесь советуете, но я продолжаю вот свою вот эту программу очищения кишечника. Окей, поэтому я уже как бы три недели в клинике мы пробовали с антипаразитарной программой, с детоксами антипаразитарной программой. В феврале уже были реальные улучшения, бывали дни, когда кожа прям совершенно чистая была вообще. И до сих пор, конечно, есть откаты. Многие смеются и говорят, ну что, твой коралл-клап не сработал? Нет, сработал. Просто те люди не понимают, что такое гормональная мазь и не понимают, что такое этапический дерматит и как он действует, как он проявляется. Какие-то все вот эти, все глютен, все молочные, все сладкие продукты, в принципе, они исключаются на антипаразитарках и в принципе для человека они не полезны, а уж для атопика и подавно, тем более. Но, конечно же, в клинике, когда ты ничего этого не имел, это было легко, но дома это сложно. Когда есть старший ребенок, когда есть гости, которые приходят, когда мы ходим в гости, очень сложно, потому что каждый пытается пожалеть моего ребенка и сказать, что вот ему можно вот чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, и для него это перебор. Я еще что забыла сказать, то что до клиники у меня еще были консультации у натуропата, нутрициолога, онлайн, но для этого нужны были анализы. В принципе, поэтому я и поехала в клинику вот эту, чтобы сделать все анализы. Ну так как мы знаем уже, да, в принципе, анализы ничего. Для медицины они ничего не показали, но натуропат, она сказала, у вас реальный паразитоз, и вам нужно искать не натуропата, а паразитолога. Конечно, паразитолога я нашла, но это был паразитолог где-то из Казахстана или еще откуда-то там, где-то далеко, и лечиться препаратами медицинскими по интернету, и как бы если что-то случится, какая-то побочка, какая-то, я не знаю, какая-то интоксикация, я даже не знаю, как я приду в клинику, да что я буду объяснять, что я вот онлайн лечу ребенка своего. Ну как бы для меня это было чуть-чуть, не тот вариант, который бы мне был, который бы подходил. И тем более, когда я увидела результаты уже сейчас с атопическим дерматитом, это вот реально меня подстегнуло на то, что об этом можно говорить, об этом результате можно делиться, и оказывается просто невероятное количество людей, детей с таким же диагнозом, которые просто не знают выхода. Вот. Часто встречаю такое, когда я с кем-то провожу консультацию сейчас вот, наверное, с конца февраля, с начала марта, я стала об этом открыто говорить, открыто писать. Многие боятся, ну вот, а если я, ну, а если я, как бы не навредить, ну, как бы не навредить гормональной мазью, никто не считает. То есть, когда у меня стоит здесь весы, какие-то вот непонятные добавочки, что же это, это же не доказано, еще что-то, ну, люди, ну, давайте думать, как бы, да, вы берете мазь, которая доказана. В чем, в чем, как бы, вот это не доказательная медицина и доказательная? Доказательная медицина, она реально есть среди препаратов, потому что его разработали, его короткое время принимают, и он имеет свой эффект, да. А вот эта альтернативная медицина, это, я не знаю, как это объяснить, это, в принципе, то, что мы должны получать из природы, из питания, мы должны жить, там, я не знаю, в пещере задумано было, чтобы мы бегали, собирали в лесу травы, и вот этими всеми травами, горькими питались, и к нам не попадали, да, эти все непонятные нам товарищи, которые нам не товарищи, сожители, которые паразитируют на нас, которые вот потом мы имеем, вот эти все проблемы кожные. Вот. Так, что еще хотела сказать, на данный момент, вот, атопический дерматит проявляется еще, я не буду говорить, что это, о боже, чудодейственное, это не чудодейственное, это способ жизни, он мне сейчас не ест сладкого, очень, ну как, очень ограниченно, да, два с половиной года, 2,8 ребенку сейчас, он не ест у меня хлеб, особенно с дрожжами, и особенно с глютеном, я уж не знаю, что страшнее, глютен или дрожжи, но мне уже кажется, глютен уже как бы да, но дрожжи, это еще страшнее, чем глютен, он у меня ест очень мало молочки, если есть молочки, то это вот, мы недавно стали, я не стала ему недавно вводить, козью продукцию, или овечью, это сыр, вместо молока, это миндальное молоко, это кокосовое молоко, не говорите мне, что скудное питание, очень много всего, даже если брать колбасы, можно найти био, даже в самых дешевых магазинах в Германии, я уж не знаю, в странах СНГ, или в странах бывшего Советского Союза, можно найти фермерство, где будет хорошее мясо, что еще интересное, мне сказала шефиня, главный врач этой клиники, это не покупать птицу в магазинах, это вот самое сложное, я когда вернулась из клиники, это было самое ужасное, я думала, что мы просто умрем с голоду, потому что в клинике, это было все био, или с региона, когда я вернулась, я поняла, что биомясо за 30 евро килограмм, я себе позволить не могу, я просто стояла, и мне хотелось просто рыдать, у прилавка с этим мясом, вот, сейчас, конечно, да, мы где-то покупаем не биомясо, стараемся поменьше его употреблять, где-то больше рыбу брать, но опять же рыба, это тоже может быть, да, из разного, ну, как, из, не био, где-то какие-то фермерства, которые непонятно, как они выращиваются, непонятно, как, в общем, питание, это тоже играет ключевую роль, не буду дальше затягивать, скажу так, что система, работает система, не работает что-то одно, работает система, работает питание, работает уход внешний, также важен, не вот эти все, не буду называть, какие марки крутые, которые продаются в аптеках, которые вообще за, не имеют места быть на нашей коже, это вообще, это противоестественное, самое, что подходит нашей коже, это ши, масло ши, это прям, оно идентично нашему кожному салу, это цинковые мази, которые не напичканы парабенами, парафинами, там, усилителями, всякими эмульгаторами, в общем, это должно быть очень-очень-очень простое, что на этом мы и выезжаем, вот, ну и, конечно же, да, вот добавки, то, чего не хватает, у Лео, кстати, был очень низкий витамин D, и тоже дать сумасшедшую дозировку, это тоже может быть, как бы, нагрузка на организм, да, это не накапливается, этот витамин, его нужно постоянно принимать, особенно, даже в странах, да, где солнышко светит 365 дней в году, уже учеными доказано то, что они тоже страдают, и хватка витамином D, что говорить про Германию, особенно северную, особенно где, ну вообще, где у нас, солнышко практически не вылезает, вот, я поделилась своей историей, значит, с декабря 2020 по май, вот, по сегодняшний день 2021, я, мой ребенок, мы все прошли, я прошла программу Калавада, я прошла детокс, я прошла антипаразитарку, у меня были ужасные высыпания, после завершения грудного вскармливания, в октябре 2020 года, ну, плюс еще, наверное, то, что я обучаюсь в школе косметологии, и различные вот эти все марки на себе пробовала, была как подопытным кроликом, это все, все, конечно, сказалось, но, я считаю, что каждый день, когда мы что-то делаем для себя, это, в принципе, уже копилка в наше, в наше будущее, и я уверена, что у меня будет не просто какая-то программка прошлась и закончилась, это будет мой образ жизни, мой стиль жизни, вот, вот все, что я хотела сказать по поводу топического дерматита и нашего опыта, поэтому, кому интересно, обращайтесь, пишите, задавайте вопросы, я оставлю свои контакты под этим видео, так,